и серьезно говорю всем доброе утро завтрак у нас начинается с соленых огурчиков не хочешь рассказать почему не ладно вот мы просто были полночи в гостях колбаску пожарили и яйца вареные сок кому что самое главное хлеб так что всем приятного аппетита кто завтрака это у нас у меня поздний завтрак что будем с рушаном завтракать колбаску пожарил кстати поставила плиту чингисхан но такая плита мы и он как на море покупали да и теперь мы воспользовались пока нет газа но наверно завтра уже поедем за газом надеюсь узнали где в павловской двух местах оказывается баллоны можно заправить теперь будем готовы принципе если вдруг там нету сюда в другом месте заправят все-таки возьмусь я за эту стенку не нравится она мне хотел сюда обои приклеить и покрасить уже обои рушан сказал не занимайся дурью так что разрешил только покрасить говорит покрасьте все и больше ничего не надо говорить делать вот а шкаф это почему такой тяжелый потому что шкаф сам по себе он самодельный видите у него . гвозе кстати торчат надо что-то будет попросить рушана он наверное не видел их как-то обрезать что ли он даже по цвету и не знаю видно нет вот тут здесь вот желтый цвет здесь более светлее отличается и здесь смотрите как сделано вот здесь вот полоска когда это есть а здесь ее нету так все печально а ведь тоже внизу желтая полоска там желтая здесь светлая так что шкаф это самодельный вот сейчас буду пробовать красить буду по краям красить кисточкой здесь буду валиком красить так что смотрите что получится надеюсь игру рушан уберу наверно не закраситься так как раз канал я не знаю на обоих на светлых она высохла и стала светлой а здесь может потемнее будет кстати нигде мы не нашли чтобы обрезать углы и все никак не можем найти лезвие вот поэтому пока здесь так торчит но это ничего страшного мы обрежем это все закроется потом коробка сюда встанет когда дверь купится так что пока так все чистенько ну чё приступаю я посмотрим чё у меня получится Что ты так пугаешь? Чего? Ты даже не видишь... Так, Патрик. Ты что даже не слышал, как я подошла? Вернее, не видел. А там что такое, дядь Коли? Да там зять его дрова били. Так, пацаны, привет, здорово. А где Китюня маленькая? Куда убежала? Мы вчера ездили в магазин с детьми. И там маленькая кошечка была. Маленький котеночек мяукал. Она сперва забежала, получается, в магазин, в пятерочку. Ее выгнали оттуда, вышвырнули прям. Я девчонкам говорю, а ну-ка хватайте ее. Она бедная мяукала возле дверей. Мяукала. Так, Патрик. Макс, с чего это ты вдруг начала прикусывать меня? Вот, мы ее принесли. Я на ночь переночевала. Мы ее покормили. Что тут делать? Сегодня утром тетя Лена кричит. Диана, Диана. Думаю, что случилось? Открываю шторы, окно. Она говорит. Котенок, говорит, не ваш, говорит, прямо на породе с того, говорит, похож. Я говорю, наш. И где она? Это мальчик или девочка был? Мальчик. И где он? Вон какая-то кыск-кыск тебе бежит белая. Видать, ты ей мышей, да, отдаешь? Прибежала. Белая прибежала. Скажи, я пришла, а где мыши? Да? Тетюнь, не видела здесь малыш? Малыша. Малышку хотела сказать. Нету, мышей нету. Подожди немного, что-то мыши закончились. Давно, кстати, у нас мышей не было. Не знаю, куда они подевались. Я даже уже соскучилась. Ну, куда-то подевался он, кстати, да. А в курятник не мог залезть, да? В курятник. О, ты куда-то оделся. Ты хорошо покушал, наелся и куда-то смылся. Он совсем малюсенький, такой, как у нас. Так, Патрик, блин, со своими лапами. Хватит. Здесь нету. У тебя, кстати, шести есть уже он забрал вообще. Молодец. Кто я? Или куры? Я сказала забрал. Кто я? Нет, ты вообще молодец. И молодец, что ты принёс это. Нет, он прям мяукал бегал. Что-то вообще тишина. Кот оделся. Жалко, конечно. Котёнка. Там тоже нету. Ну ладно, прибежит так прибежит обратно. Пойду я, а то я хожу здесь. В одной кофточке. Прохладненько. Ладно, работай. Тишан. Конечно. Вообще классно. Только с той стороны не надо эту обивку убирать, потому что она и так у нас холодные двери, а без обивки она всё равно тепло даёт и будет у нас теплее. Да, классно. А вот так как мы купили белую замазку, что-то я не хочу это... Нет, всё равно придётся потому что... Красить? Да. Почему? Ну, потому что я вот в этих местах... Ну, не можешь. Не могу подлезть. И мне придётся вот так... Ну, я наточил отвертку. Угу. Стамески нету. Отвертку наточил и её буду вот так понемножку снимать. Ну, идеально ровно. Я не сниму, поэтому... Не надо. А если мы оставим, будет 5. Ну, сколько времени занимает. Второй день, да, ты уже этим занимаешься? Ну, вчера мы, конечно, уезжали в гости. Ну, всё, что творят. Я тебе расскажу прикол. Дядь Вова заходит. Ага. Заходит такой и идёт. Одну перчатку снял и идёт такой. Папик прыгает прям в прыжке. Хоп, перчатку у него, украл и бежать, короче. Дядь Вова смеётся. Ну, так вот они работают. Бардак наводят. Да? А мы потом ходим, убираемся. И им весело, и нам не скучно. Не, а нам заняться есть чем. Ну. Ага. Ну, всё, ладно. Продолжай работать. Скоро закончу. Да? Уже скоро дверь будет. Там прохладно в доме уже. Ну, красить герубилым придётся всё равно просто. Хотел. Ну, видишь, вот эти замазки. Надо лечить замазку. Ага. Ну, да. Можно просто замазку купить по дереву. Да можно. Ну, ты вот эти углы получится у меня снять идеально красиво. Но можно подумать ещё. Ладно. А то, может быть, котёнок у нас нашёл на улице за пределы дома. Хотя он не мог. А, вот здесь мог. В правой традиции. Мишан уже выходил. Может быть, котёнок. Ну, не слышно его. Не, не слышно, не видно. Странно. Куда он так убежал? Ну, что я говорю, тётя Лена? Говорит, туда к ним перебежала как-то. Кошка. Ну, ладно. Придёт так придёт. Ладно, пошла я домой. Брр. Ах, ладно. Ну, что, Патрик? Дай я. Открою две ушаны. Аккуратней. Всё? Дверка как новенькая? Ага, со старыми дырками. Ах, так. Так, так, так. Всё правильно. О! Ну и ладно, белая красочка покрашиваю, да и всё. Ну да, я думал, 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 думал. Давай эту дверь закрывать, холодно, мы сейчас застудим дом. Облакоти её просто на стенку. И тапочки обувай, холодный пол. Что ты думал, думал, что надумал? Не, я думал, что получится, а всё равно, видишь, вот это вот зашпаклёвано, вот зашпаклёвано, вот зашпаклёвано. И это где вот, ну никак где уже, что такое не пытался. Ну ничего. Классно, молодец. Она краска, лярка, вообще будет идеально красиво смотреться, видишь. Сейчас быстренько это, пошпаклеваю её. А здесь будешь поклевать? Ну да, она и всё, чтоб не холодно было. А, ну давай. Как поставь? Ну, я думала это, не будешь ставить, будешь так шпаклевать будет стоять. Ну и зачем, можно разокрыть. Угу. Пусть и потихоньку. Сейчас помогу. Всё, Рушан взялся за шпаклёвку. Сейчас зашпаклюсь, здесь только щелей много. А, не маленькие здесь щели. Хорошо, что ты не убрал обивку, а то было бы реально холодно из-за этой двери. Дуло бы. Ещё надо что-то вот там вот с дырой сделать, которая снизу. Здесь, видишь, дерево повело. Обратите внимание. Видишь, здесь как плотно прилегает. Угу. А здесь это. Надо тогда будет что-то набивать на неё. Это вот минус деревянных дверей. Да? Кто их со временем, да, ведёт дерево. Либо изначально плохо просохло оно, либо просто от времени. Ну, мне кажется, скорее всего, от времени, потому что дверь старая. Раньше делалось хорошо. Как бы, ну, контролировалось, по крайней мере. И поэтому я не думал, что дерево было изначально плохо просушено. Поэтому старая дверь, повело её. У нас здесь вчера, видите, концерт по заявкам был. Всё здесь в мишуре. Вот. Всё здесь в мишуре у нас. Надо убираться. А вчера фингальские огни так и не зажигали? Фингальские? А, зажигали. Зажигали? Конечно. Вчера у нас был праздник. Часов так до трёх ночи. Я даже не знаю, сколько мы приехали, честно. Я тоже на времени смотрела. Я тоже примерно сказала до трёх ночи. Потому что мне казалось, кажется, что мы в три часа домой приехали. Загуляли мы. Даже видео вам не снимали. Ну, что есть, то выставим. Потому что многие говорят, хоть что нас снимайте, пожалуйста, выставляйте. Чё-то. А, я думаю, что-то интересное. Идёт такая шутка. Нажёвывает. Давай. Хорошо, когда тебя никто там не осудит. Или я не знаю, почему люди всегда по таким давлениям. Ой, блин. Чё, подумаешь, что скажешь? В этих сапогах удобно. Но я не пойду, что обо мне подумают. Ну, что все такие зависимые от чьего-то мнения. Мне так удобно в этих сапогах. Я понимаю, что они не супер крутые, не супер чистые. Обещал мне их протереть. Я их протёр. Чего не случилось? Ну, не знаю. Я их протирал. Мне в них удобно. И мне плювать, что скажут другие. Живите так же. Что за глупости? Осуждать всех, блин, смотреть. Кто что скажет на это? Да кому как удобно тут так уходит. Не зависит. Конечно. Вообще это очень, можно сказать, качество сильного человека не зависит от мнения другого. Угу. Так что не уподобляйтесь слабым. Не зависите. Ну, здорово, пацаны. Вот Патрик, допустим. Дай выйти. Он вообще не зависит от мнения чего-либо. Ему хочется прыгать, он прыгает. И плевать он хотел, что ему говорят. Тук-тук-тук. И снова мы в гостях. Только гости что-то нас не встречают. Бёдра стоят какие-то. Привет. Новый охранник? Тук-тук. Проходи. Вы дорогие. Что-то вы не встречаете? Нет. Да я уже не слышал. Ага. Собак не лает походу, да? Всем привет. Привет, привет. Вот рабочий процесс. Точнее инструмент. Показывай давай. Нифига себе ты пол забабахал. Нормально ничего. И здесь сюда. Да. Ой, свет провёл. Шикарно. Осталось с плиткой. Мы вот сейчас поедем. Опа. Вот нам плитку, клей. Унитаз нам ещё возьму. Сразу плитку первую очередь положу. Унитаз установлю. В бане ты это пробовал, сливал? Ведро воды. А эту байду зачем сделал? Это для умывания. А, ещё типа патрубок. Да, чтобы с умывальника сюда смывало. Там с машинки. С машинкой же вниз. Поднял подоконник под машинку. Угу. Ну как бы замерил ту машинку. Какой она носит. Подоконник такой был. Машинку поставишь. Будет. Хрен поймем. Я поднял её. Как раз машинку поставишь. Она будет чуть ниже. Вот так. Ну она ещё поднимется. У тебя в кафедре ещё будет. Будет слив она туда. И на машинку. Вот она для муки. Вот она для муки. Вот она для машинки. Шпанка. Ну а что там с ямой покаешь? Да. О! А здесь что? Эта дверь есть? Да. Пойдём здесь. Залазим выше в яму. А у тебя она ещё не закрыта? Ну я закрыл. Я тебя. Потом надо будет купить. Я хочу всё купить. Люпе. Это на аудиционе. Ого. Опа, опа. Блин. Такая. Такая. Это которая забетонирована, да? Да. Ну в смысле дно не бетонировал, короче. Она сейчас. И не там, не там не бетонировал? Нет. Они сейчас две не забетонированы. Ну как бы здесь стенки все забетонированы. Угу. Но всё равно что забьётся, она уже будет всё равно ещё сюда. Нормально. А это что за труба? Это трубы, метровые трубы. В интернете почитал. Сильно так не ходи это. А я понял. А это типа вонючка, да? А там это. Вон видишь это вода выходит. Это походу вот кирпичи. Ну как семён. Ну конденсат. Сохнет. Так, что я там хотел сказать? Про трубу. А, про трубу это. Про какую трубу? Я спросил, что за трубу ты воткнул туда. Короче в интернете посмотрел. Берут это ещё вот так. Трубу закапывают. И туда щебень насыпают. Ага. Это типа если даже вдруг там. Не будет ухо, заилиться. Забьётся, да. Ага. Ну хрен его знает. На всякий случай. Хотя как бы она это. Ну увидел в интернете. Некоторые так советуют. Типа там есть короче ещё микробы подземельные. Ну как. Я понял дополнительно. А это у тебя типа вторая вонючка. Это первая вонючка. Да. Из той ямы. Чтобы вентиляция была типа. Нормуль. Ну я не знаю. Ставят вдоль дома же трубу. А я блин протупил. И вообще. Я то когда начал делать. Я сначала не знал что вообще там делают. Вот эту трубу вдоль дома. Выше крыши. Я не знаю. Это я сколько уже в интернете посмотрел. Все вот делают типа это. Как она называется. Ну вентиляция. Ну вытяжка. Типа чтобы это. Когда здесь всё герметично. Типа когда смываешь. Вода идёт. А воздуху некуда выходить. Типа он его. Ну как то так короче. Там специальную вытяжку делают. И типа не воняет там что-то такое. Ну я это сделал. И не так вонять не будет. Она воняет в основном из ямы. Она сливается. У тебя уклон нормальный. А у тебя она будет. Уходить сюда. А запах отсюда будет уходить. Ну всё очень. Понятно всё. Уходить будет? Да конечно будет. Там ямы. Вообще нормальные да? Там хватит ещё. Да конечно ты столько не навалишь. Как говорится. А это что? Это я буду убирать. Опять переп... А это откуда убирал? Вот отсюда. Здесь же бывает. Завалил забор. Ааа. Там вон и металлы, бочки и фляжки и бутылки. А вот телегу надо заказать. Просто вчера я звонил. Он говорит там короче. Ну где помойка в общем. Там говорит всё в грязи. Всё замесили. Сейчас пару дней подсохнет. Ну всё он сюда телегу поставит. Я всё закидаю. Всё повывожу. Этот мусор ветки. Вот эти вот. То что посрубал. А что пионерский костёр не хочешь? Поджечь. Да ну надо. Не в смысле доски то что. А вот эти бутылки куда выкидываются? Ну да. Сейчас собака уже нормально. Не боится? Дружок. Да я не знаю. Боится. А забора нету. Вот они и ходят. А забор буду делать. Что велосипед себе сделал? Ну это вот стоял реалитет. Надо и колёса гонять. Покрышки, камеры. Так то он нормальный велик. Ну да. Смазать его и что. Можно за хлебом гонять. Да. Что закрывайся. Поедем. Что она там? Она не закрыта? Нет. Она рассказала закрыться. Всё поедем сейчас. Улаживать. Укладывать. Солнышко. Давай на место. На какое место? Ну сзади меня сегодня. Садись. Давай. Освобождай как говорится. Тоже сама обалдена. Привет, Виталик. Привет. Короче, мы сегодня в виде грузчиков. Если будем сейчас грузить. Нету здесь грузчиков. Виталик. Кофе покупает. 6 коробок. Виталик. У тебя на склад можно устраивать работать? Да. На склад тебя можно устраивать работать? Вот смотри, урохлево умеешь управлять. Ну это моя книжечка. Это крысечка не бывает. Ну все, друзья. Мы покатали. Все дела сделали. Уже ночь. Да. У нас ночь. У вас не знаю что. Поэтому. Вот я хотел показать это. Кошка. Кошка пришла. Она это. Впрочем это. Кота разыскивает. Да. Кот скрывается. Паразит. Как мы где-то объявление видели. Кошка-то. Собака такая-то. Мама такая-то. Чистокровная. Ну и про щенков. Про щенки такие-то. Мама чистокровная. А отец паразит. Типа. Неизвестно кто. Все короче. У Виталик. Смотрите кто он закупился. Всем пока. Обзор покупок. Да. Обязательно переходите. Смотрите. Задолбались покупать. Да. Машина. Машина еле увезла. Честно. Она еле ползла. Так что. Переходите. Смотрите. Все. Всем пока. Высохла. Высохла. Я дождалась когда высохнет. Потому что сперва было. Ну как вот я. Я кистью кстати красила. Ты мне посоветовала Валиком. Я Валиком знаешь начала красить. А на это качество он брался как пеной что ли. Краска бралась. Не ложилась. Я боялась то что она останется она не будет ровная гладкая. Она останется такими понимаешь бугорочками. Да я вот взяла кисть на свой страх и риск покрасил. Сейчас здесь оттру конечно без этого никак. А как я. Видишь ты тут. Ну я старалась в принципе здесь аккуратно и все. Не молодец. Красила. Ну здесь Рушан какие то гвозди торчат. Смотри это надо как то пилить или отрезать или что это уже не убрать. Что. Ну вот тогда можно как то это. Подожди. Ты сейчас здесь начнешь отрывать у меня здесь какая трещина пойдет. Ну а некогда. Ладно детей у нас пока нет пускают эти гвозди. Как дети боятся мы этот шкаф выбросим. А Рушан хочет розетку поменять. Поставить наконец-то двойную. Он здесь поставил выключатель до такой степени стало прикольно. Он такой прям я не знаю стоял до этого такой знаешь он слабый стоял выключатель. Его слегка коснешься он бац включился. А этот прям такой тугой. И когда ну новое есть новое все равно. Клевый. Лучше стало для меня? Конечно. Лучше. А здесь Рушан поставить двойную. Вот такую двойную розетку. Будет у нас. Потому что в этой комнате только одна розетка. Хотелось бы конечно в каждой комнате что было по две розетки. Неудобно. Да. Но это потом когда уже основательно там сделаем на веранде веранду. Кухню на веранде. Кухню да. И когда вот все что мы запланировали будем делать. Тогда я буду уже раскидывать новые розетки. Мы эту стенку которую там все снесем. Уберем. Чтобы было ну сплошное. Чтобы побольше было пространство. Чтобы а то комнатки маленькие и вообще капец как неудобно. Да еще все в жизни может поменяться. Знаешь сколько раз. Сколько раз мы по поводу летней кухни то хотим ее то не хотим. И в итоге мы правильно все решили опять что хотим. Будем начинать. Кстати скоро будем сейчас баня закончить Рушан. И будем начинать переходить к летней кухне. Ой. Красоту нам на видео. В летней кухне вообще новые планы есть. Опять? Да. Рушан ты издеваешься? Я просто тебе их пока не раскрываю. Сейчас я баню доделаю. Как это не раскрываю? Я же должна планировать. У меня там обои где-то сейчас я вам покажу. Так нет. Ради Бога обои наделали. Мы их покупали. Вот. Я их покупала для бабушки. Бабушка поклеила потом другие обои. А эти говорят оставь себе. Он у меня лежит. Два, четыре, восемь рулонов. Да. Но они разные в плане там два вида обоев. По четыре рулона. Вот. И можно выбрать из них какие-нибудь и поклеить в летней кухне. Только там надо будет еще пол поменять. Ну вот там. Обои твои обои мне погода не сыграют. А пол? Поменяешь мне? Да и пол погоды. Просто то что я запланирую сейчас я говорю. Сначала я баню сделаю. Угу. Вот. И там будет сразу понятно мои дальнейшие планы. А когда строиться начнем сюда на гараж? Попозже? На следующий год? Угу. Или потихонечку? Я думаю все это в процессе сначала. Сначала. Кстати поедем в Краснодар. Надо будет купить уголочки сюда. Нет уголочки. А я показывала нет. Сделали мы плинтуса. Но мы еще не покрасили. Кстати надо вот покрасить. Я кстати сегодня сейчас Рушан будет разбивать косяк вот этот. Ага. В нашей комнате. Где дверь будет. Угу. Вот. Убирать. А я залез сюда буду красить. Нет. Почему нет? Слушай еще и не зашпаклевал их. Ааа. И они должны потом высохнуть? Да. Ааа. Ааа. Точно. Там же вот. Так как стены неровные. Да. Он Рушан купил такую штуку. Он будет заделывать. Ага. Ну ладно. Придумаю себе работу. Пойду видео монтировать. Да я тебе хоть найду работу. Да я вообще-то сама могу ее себе найти. Знаешь например хочу посидеть немного в интернет-магазине Василек повыбирать что-нибудь. Ты же заказал. Тебе нужны там футболки на лето. Однотонные. Темные. Еще зима не надо закончить. Я там посмотрела на одном. Ну ничего. Вот я только сегодня смотрела видео. Пока уж не готовила. Включаю себе какой-нибудь видосик. Я люблю распаковки. Я не знаю почему. Я человек независтливый. Я наоборот радуюсь за людей которые что-то там приобретают. Заказывают. Что кому-то что-то присылают. Там неважно с Германии, с Америки. Там с каких-то других стран. Там с Россией. Вот. Я обожаю. Мне очень нравится. Я люблю смотреть на эмоции. Просто не все люди умеют радоваться и все. Да. Я тоже сяду. Повыбираю Рушану футболки. Вот. Я сегодня смотрела. Говорю. И там. Мужчине тоже. Это. Поцарабца там может. Нет. Я аккуратненько. Мужчине заказали тоже футболки. Ничего страшного. Девчонкам там позаказывали эти. Туники с коротким рукавом. Пусть лежит. Скоро лето. Говорят лето. Готовься они летом. Да. Потихонечку и все. Тем более, когда частный дом. Это здесь все рвется. Я говорю. Вот эти вот штаны. И вот как их заляпало все. Я не знаю. Краска отстирывается? Нет. Ну вроде бы отстирывается. Я какую-то кофту свою. Заляпала краску. Вроде бы отстирала. Не помню. Такие эти. Прямо темные. Надо будет уголочки покупать. Вот. Так что пока так. Красота. Вот посмотрите. Со стороны я. Ой. Ударилась. Отойду со стороны. Вам покажу. Как теперь будет смотреться. Ну и полочку поставлю. А на полочку я заеду в фикс прайс. Куплю что-нибудь. Какую декорацию красивую положу. Поставлю. И красота будет. Так что скоро будем украшать дом. Хочу перед новым годом. Ой. Перед отъездом в Краснодар. Дом украсить. Чтобы у нас уже. Мы уехали. У нас украшенный. Красивый дом был. Да. Рушка? Украсим дом. Не знаю. Что с елкой будем делать. Если Руша мне елку не купит. То у меня есть одна идея. Как сделать елку своими руками. Очень легко и просто. Потом посмотрите. А дверь то я не могу закрыть. Я не закрыла. Ну какая то она стала тугая. Руш. Дверь тугая. А скажи. У нас там это. Картошки нема. Как дедя Коля говорит. А. Нема значит да. Угу. Значит пожарить не получится картошку. Ну ладно. Будем что-нибудь другое придумывать. Ничего страшного. Угу. 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 Если оно какое то время постоит так. Если оно может быть выровняться. Но не выровняться. Уберу потом. Или сюда вот теплитель просто наклеим. Чтобы плотнее было. Если оно так выровняться хорошо. Я не могу. Иглуйка. Надо снять. Я не могу. Ты так что то там заделал сильно. В натяг. Видишь? Ой. В натяг. Я пыталась. Да. Кстати надо снять. Потому что сейчас уже эта. Сейчас что нибудь придумаю. Покушаем. Быстренько. И будем уже кухню освобождать. И всё. Сюда стол. Сюда будем заклеить. Составлять. Холодильник. Холодильник далеко не будем тащить. Просто сюда его за угол в ад поставим. И всё. что потом это чтоб не напрягаться рожь до рушан здесь плиту сам не делаешь руши скажи наклеил здесь везде видите этот скотч что и потом мне будет очень удобно красить до их а потом скотч уберу да и все но нужно заканчивать осталось чуть-чуть одна стенка до осталось а еще и вторая стенка ну да что-то не нравится ему этот герметик да какой-то густой слишком густой зубр очень густой еле-еле выдавливается уж это и лучше что он густой нет или без разницы да нет в этом случае может быть и хорошо но не в этом не в моем случае почему потому что очень долго у него здесь густой нафиг не нужно ну ладно все мы тебя поняли да китюня тебя как зовут кошка каких только нам кличек не предлагают но пока который предлагают меня что-то не это не дергает такое не цепляет а когда у нас нет появилась нам кстати подписчица подсказала по поводу клички для кошки горит назовите ее нэнси у меня прям сразу нэнси на не построила мне просто как зацепила нэнси я назвала ее нэнси но дети почему-то приходят к нам и они вот катюша аня они называют нэнси я не знаю почему прям сразу же читает а нэнси а где нэнси нэнси и к ней прям нэнси нэнси к ней вот так что вот такие дела пока работаем потихоньку мэр 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 Субтитры создавал DimaTorzok